Господин Довлат, чуть-чуть меньше, чем за 5 лет вы обучали 291 предпринимателя индивидуально. На мой взгляд, это рекорд. Мне трудно представить, как вам удалось совместить этот вид обучения с групповыми обучениями в разных странах и введениями многочисленных бизнесов. Расскажите, пожалуйста, как это у вас происходит? Какие люди приходят к вам на индивидуальное обучение? Опишите, пожалуйста, сравнение с статистического ученики из народа Довлатова, какой он или она, о чем он мечтает, к чему стремится, из каких стран приезжают ваши ученики, в каких областях бизнеса в основном они занимаются. Не секрет, что на индивидуальное обучение вы принимаете не всех желающих. Также далеко не каждый, кто способен оплатить личное обучение, гарантированно будет принять. По каким признакам вы отбираете перспективного ученика? Какие показатели для вас важны, как для бизнес-наставника? Кто в первую очередь влияет на успеваемость ученика? И обязательно ли в начале пройти обучение на пятидневном мастер-классе или годовом обучении предпринимателей в группе? Всего за 4 года с небольшим вы воспитали 28 долларовых миллионеров из обычных бизнесменов на территории СНГ. Это уникальный результат, даже на международном уровне. Мой вопрос, вы заранее предвидели все этих учеников, будущих миллионеров, или кто-то из них стал таковым неожиданно даже для вас? Седьмое. Какой показатель в бизнесе должен иметь среднестатический ученик, чтобы также за 4-5 лет пробыть эту планку в миллион долларов под вашим руководством? Восьмой вопрос. Назовите наиболее выдающиеся результаты ваших учеников-миллионеров. Из каких областей бизнеса эти ученики? Какие трудности традиционно встречали ваши личные ученики, и в какой момент во время обучения у них образовался долгожданный прорыв? Десятый вопрос. Какие цели вы ставите себе как наставник в отношении своих будущих учеников? Здравствуйте, дорогие наши слушатели, дорогие наши читатели. Спасибо, что смотрят нашу рубрику. Пожалуйста, рекомендуйте нашу рубрику своим знакомым, друзьям, кто нуждается. Ставьте лайк под нашу рубрику. Если вы нажимаете здесь под это видео, вы видите наш сайт, видите график тренингов, видите, где можно приобрести книги. Часто в комментариях пишут нам, где можно купить книги и так далее. Пожалуйста, открывайте здесь под рубрикой, чтобы видеть адреса, где можно купить книги. Хочу ответить на несколько вопросов. Мы начали компоновать вопросы, чтобы было удобно. В предыдущем записи я отвечал по вопросам, которые для сетевой маркетинг, сейчас отвечают для предпринимателей и так далее. То есть вопросов к нам приходит много, мы начали их компоновать, чтобы ответить. Первый вопрос такой, господин Давлад, чуть-чуть меньше, чем за 5 лет вы обучали 291 предпринимателя индивидуально. На мой взгляд, это рекорд. Мне трудно представить, как вам удалось совместить этот вид обучения с групповыми обучениями в разных странах и ведениями многочисленных бизнесов. Расскажите, пожалуйста, как это у вас происходит. Вы знаете, индивидуальное обучение, оно очень сложная вещь, наставничество, на самом деле очень трудная вещь. Могу сказать, что, правда, не 100% у меня тоже времени хватало для того, чтобы со всеми из них работал. Но мое правило, оно таково. Я работаю с теми ученикам, которые он сам борется за свое будущее. Я раньше пытался, пытался вкладывать максимально усилия на каждого ученика. Я так и делаю и сейчас. Но со временем я понял, что нет, я буду вкладывать усилия на того ученика, который сам борется за свое будущее. Понимаете, сколько бы вы не воспитали черепаха, черепаха не будет летать, как орел. Потому что черепаха создана, чтобы польза. Поэтому я когда-то понял, когда начал изучать книги Конфуция, Конфуция говорит, что обучай того ученика, потратить свою жизнь только ради того ученика, который, если ты показываешь ему один угол этого дома, например, остальные три угла, он сам додумывает. То есть получается, что есть такие ученики, которые борются за свое будущее, есть такие ученики, которых надо за ручки постоянно возить и так далее. Просто ждут. Вот как будто если я платил тебе или там подписаться на твое индивидуальное обучение, я буду ждать. У меня в договоре так и написано, кого я беру на обучение. У меня в договоре так написано, что я искать тебе не буду, звонить тебе не буду. Я не собираюсь тебе искать. Если тебе надо, сам, пожалуйста, звони, сам ищи и так далее. У них есть мой телефон, у них есть мой WhatsApp и так далее. Они любой момент, это же наставничество, они любой момент, любые вопросы, которые появляются, пишут мне, я всегда отвечаю, иногда чуть быстро, иногда чуть позже, но я все равно отвечаю. У нас проходили так, в самом начале каждый месяц, я каждый месяц обучал, потом по вебинар, то есть по интернету обучал, можно сказать, почти каждые две недели в самом начале, а потом ежемесячно обучал. Вот так. И, соответственно, каждый раз получается, что я обучаю по вебинару, по этим, потом еще встречаемся, мы индивидуально провожу с ними, делаю анализ, даю вот, самая важная вещь, я индивидуально делал анализ и дал задание. И в течение месяца они должны были делать. Я делаю анализ, даю задание, они в течение месяца должны делать. И возвращается с этим так. Кто больше всех добывался успеха? Те, которые первый год ежемесячно со мной встречались. Вот ежемесячно со мной надо встречать, что мы план, анализ, план, анализ, план. Я даю задание, он идет, делает, возвращается, мы делаем анализ, снова такой, разбираем. В течение месяца, когда он делает, если что-то не получается, по WhatsApp выходит ко мне, и мы общались. Вот так я работал. Вопрос. Какие люди приходят к вам на индивидуальное обучение? Опишите, пожалуйста, среднестатические ученики из Адмирода Довлатова. Какой он или она? О чем он мечтает? К чему стремится? Ко мне приходят к наставничеству, я это называю, вот эту индивидуальную группу. Ко мне приходят основные владельцы бизнеса. 80% из них мужчины. Это мужчины, это человек, который, знаете как, у него есть амбиции большие, он хочет добиться реальных результатов. Он уже попробовал, например, бизнес, столкнуться с определенными проблемами. Вот. Хочет избавиться от долгов. Или дошел до какой-то уровень, дальше не знает как. Не видит дальше развитие своего бизнеса. Третье. Приходят люди, которые хотят масштабироваться. То есть он знает свой бизнес, но хочет масштабироваться. Хочет масштабироваться с меньшими ошибками. Четвертое. Это люди, которые хотят стратегом стать, хотят быть сильным стратегом. Пятое. Люди, которые хотят, чтобы построить систему, которая потом без них могут работать. То есть построить бизнес, который работает без тебя. Они же видят, что как-то худо и бедно мне же удалось. 23 бизнеса построить, которые работают без меня, и они заинтересованы этому, потому что кто-то из них там 10 лет бизнеса, 20 лет бизнеса, они приходят, мне говорят, наставник, если мы чуть-чуть отойдем от бизнеса, как будто все рохнет, и пожалуйста, научите, как эту систему создать. Следующее, приходят ко мне те люди, которые хотят заниматься инвестированием, то есть они говорят, я уже устал бизнесом заниматься, проектами управлять, я хочу заниматься инвестицией, я хочу учиться у вас этому. Следующее, приходят ко мне люди, которые имеют большие мечты, хотят стать миллионером, они приходят. Следующее, это где-то 8 или 9 получается, да, я просто хочу рассказывать так по шагу, чтобы понятно было. Приходят люди, которые у них есть бизнес на местном уровне, и они хотят его делать в оригинальный уровень, или хотят международный уровень сделать, вот такие. Следующее, приходят те, которые внутри порядок нету, хотят упорядочить свой бизнес, нет учет контроля, нет бизнес-процессии, и так далее, и так далее. Или они посещали тренинг несколько раз, разные тренеров, или у меня, и так далее, но что-то у них получилось, что-то не получилось, но они видят, что общаясь со мной, у них получается это. Следующее, приходят ко мне на наставничество индивидуальное обучение, люди, которые, человек, который бизнесмен, но с уклонностью к духовной сенности. То есть, ему жизнь уже научили чему-то, он страдал немножко, ошибки совершил немножко, он хочет меньшими ошибками экономить годы своей жизни, и перед этим зарабатывать деньги, оставаться человеком. То есть, сохранить свои моральные, духовные сенности. Вот такой категория людей приходит ко мне. Вот я описал короткое описание, как это выглядит этот человек. Из каких стран, третий вопрос, из каких стран приезжают ваши ученики, в каких областях бизнеса в основном они занимаются? Из каких стран прилетают к нам? Каждый месяц на мой годовое обучение сейчас прилетают из Нью-Йорка, на наши мастер-классы были все Америки, прилетают с Грузии, с Россией, со всех, почти больше половины городов Казахстана, почти со всех городов Казахстана. С Россией, Казан, Грозный, Санкт-Петербург, Москва, Новосибирск, Екатеринбург, даже Якутия. И прилетают к нам на тренинги Ашхабад, Туркменистан, Узбекистан, Турция. Вот так. Люди прилетают к нам, чтобы на учебу, чтобы учиться и так далее, на занятия. Основным, каким видом бизнесом они занимаются, это средний бизнес, малосредний бизнес. Мой клуб миллионеров и индивидуальное обучение, там есть очень крупные бизнесмены, которые обороты в год составляют 30 миллионов долларов и больше. Получается, таких учеников у меня, которые очень хорошо зарабатывают, они приходят на индивидуальное обучение, а на годовое обучение, на это средний бизнес. Это люди, которые, есть обороты, которые миллион долларов, 2 миллиона долларов в месяц, есть люди, которые зарабатывают 3000 долларов, 5000 долларов в части прибыл, то есть малосредний бизнес. Вот такие приезжают на годовое обучение и так далее. Вид деятельности у них торговли, производство, услуга, вот всякие, небольшие производства, заводы держат, строительство занимается, магазины держат, стройматериалы, одежды, техники. В общем, всякого рода есть, логистика занимается и так далее. Почти все виды бизнеса у нас есть. Аптеки, производство, мебель, сэхи. В общем, почти все виды бизнеса у нас есть. Если внимательно посмотреть, почти все есть. Дальше. Не секрет, что на индивидуальное обучение вы принимаете не всех желающих. Также далеко не каждый, кто способен оплатить личное обучение, гарантированно будет принят. По каким признакам вы отбираете перспективного ученика? Какие показатели для вас важны, как для бизнес-наставника? Знаете, для меня важен результат ученика. Видите, это же не слушатель. Когда в тренинге человек слушает и уходит, он слушатель. Он мне не ученик. Он слушатель, понимаете? Вот когда в зале сидит, слушает, уходит. А когда он начинает на мое наставничество подписаться, то есть индивидуальное обучение, это означает, что это уже наставничество. Кто такой наставник? Это наставник, это тот человек, который вкладывает в вас именно тем, кем вы станете в будущем. Это больше, чем отец. Ответственность перед Богом очень большой. Перед своим совестом очень большой. Поэтому результат ученика – это мой результат. А проигрыш ученика, неудача ученика – это моя неудача. Его боль – это моя боль. Его радость – это моя радость. Поэтому мне ничего не радует, столько-столько, как радость. То есть успех моих учеников. Поэтому по каким показателям я беру? Я беру человека и говорю сразу, что ты знаешь, я за тобой бегать не буду. Если тебе надо, пожалуйста, бегай, работай. Я дам тебе задание – иди делай, покажу. Но я вижу, что если человек старается, я его поддерживаю. Первый по каким показателям беру? Это я хочу, чтобы у человека было человеческой ценности. На первое место не жили деньги и так далее, слава и так далее. Это первый показатель. Второе. Я не беру людей, которые, если вижу, что он вот такой. Да, я тебе, если я плачу, давайте мне там такой. То есть питается, как будто если я тебе плачу, давай, как я хочу, вот так диктую. Я так и говорю, знаешь, я тебе в два раза больше денег отдам вон отсюда вообще. Потому что мне это не нужно. Я миллионер. У меня достаточно денег. Алхамдуллах, хватает. Мне достаточно, чтобы жили. И мне не нужны деньги. Я ради денег это не делаю. Однажды один мой ученик попросил, да, Владов, то есть попросил наставник, дайте мне самый важный урок. Я ему спросил, сколько ты платил на мою учебу? Он сказал, 20 тысяч долларов. Я ему сказал, я тебе дам 100 тысяч долларов. Верни, пожалуйста, хотя бы один час моей жизни, которую я на тебя потратил. Он был в шоке. Он сказал, наставник, я понял. Потому что я тебе даю, как наставник, то, что сам не могу вернуть никогда. Я никогда это не могу вернуть. Я без возврата отдаю. Кто бы ни говорил, что время стоит деньги, да, деньги, но деньгами не купите. Понимаете? Деньги оплачиваются не ради времени, а ради того, что этот человек в другом месте мог бы в своих делах заниматься, зарабатывать. А вот его время вы никогда не восстановите. С вашими деньгами он не восстановит то, что он тратил на вас. Вот о чем суд. Пятый вопрос. Что в первую очередь влияет на успеваемость ученика? И обязательно ли в начале пройти обучение на пятидневном мастер-классе или годовом обучении предпринимателя в группе? Вы знаете, просто я же уже пять лет провожу индивидуальное обучение. Я заметил, что у меня же не получается, чтобы два дня с ним сидел целый день. Я построил, это лестница, понимаете? Именно особенность моей системы в чем? Я построил эксклатор, который, если ты ногу поставишь, потихонечку поднимет тебе хоть пятый этаж. Это что означает? Я построил однодневные тренинги. Когда человек послушал однодневные тренинги, чуть-чуть начинает вникать. Система понимания в деньгах появляется. Потом обучаю его, как построить денежный поток. А если он уже имеет денежный поток, он бизнесмен и так далее, я его обучаю, как упорядочить бизнес. То есть направляю его на пятидневный, значит, мини-мастер-класс. Пятидневный мини-мастер-класс для предпринимателя, он подготовка для основного мастер-класса и для годового обучения. Потому что, когда человек пятидневный мастер-класс проходит, то есть мини-мастер-класс, он начинает понимать мне, мой язык, он начинает понимать, вообще ему надо это годовой или не надо. Он начинает понимать, что стоит ли для него или нет. Но самая важная вещь, когда это пятидневник прошел, ход человек на мастер-класс попадает, ход на годовое обучение попадает для предпринимателей, он понимает мне совсем по-другому. Вот в этом году на мастер-класс, который был из Секуле, 90% были люди, которые посещали мини-мастер-класс, пятидневку. Вы знаете, какие результаты были у них? Не один год в моем мастер-классе за протяжении, вот сколько лет я провожу там мастер-классы в Секуле для хозяева бизнеса, такого именно уровня понимания, я же чувствую, когда человек понимает, потому что там огромная информация даю, очень много информации даю, чтобы уровень восприятия, понимания был такого, я не видел. Вот этот год был действительно колоссальный знание, они получили. Год за годом я улучшаю систему. Даже если человек посещал мой мастер-класс три года назад, если сейчас посещает, это небо и земля, потому что я оттачиваю систему, улучшаю систему в лучшем уровне и так далее. Те люди, которые вот именно мини-мастер-класс посещали, они понимают лучшее, вот что я хочу сказать. Поэтому это надо, если человек посещает мини-мастер-класс и потом придет ко мне на годовое обучение или на основной мастер-класс, могу уверенно сказать, 10 раз лучше понимать, чем обычный человек, который с улицы пришел сразу на годовое обучение и так далее. Но на индивидуальное обучение после, например, основного мастер-класса или годового, это было бы лучшее. Почему? Потому что мне не надо будет, у меня же все равно нету времени, чтобы по два дня, по шесть часов каждому человеку объяснить. Время нет у меня столько. Поэтому я на годовой, когда он полностью прошел систему, на индивидуальное оттачиваю очень быстро. Сейчас я беру на индивидуальное и заставляю, говорю, сели год, вот так проходишь. Потому что когда он проходит, так мне легче. Два дня послушали меня, одновременно с ним посижу, оттачиваю систему и отправляю. Вообще супер. То есть приходит сейчас у меня на годовой, то есть даже те, которые на индивидуальное учатся, одновременно сели год, проходят на годовой. Я их заставляю так пройти. Почему? Потому что приходит же в течение 10 месяцев по два дня ко мне на годовое обучение. Прошел два дня учеба, сразу мы сидим, откорректируем его планы, действия, дам ему план, иди дальше делать. В течение месяца он делает. Вопросы появятся, выходит на WhatsApp ко мне на вопросы и так далее. Ребята, моя система позволит 30 миллионеров вырасти. Какая бы ни была, 30 миллионеров я вырастил. Кого-то через консультацию, кого-то через индивидуальное, кого-то через годовое обучение. Кто-то из них вышел несколько, 10, 12, 15 раз консультацию получая. Кто-то в активах стал миллионером. Я считаю, это эффективно. Раз она работает, то есть раз люди добираются до такого, значит это эффективно. Что в первую очередь влияет на успеваемость ученика и обязательно ли в начале пройти до этой курсы? Что влияет на его успеваемость? Вот, я заметил 4 интересные вещи, 4 показателя. Первый показатель, успех добивает у меня те ученики, которые каждый месяц со мной встречаются. Они стали миллионерами. Второе, те, которые с семьями учатся, муж, жена. Представляете, 4 семейные пары у меня учились и все четверо стали миллионерами. Это здорово же, за 5 лет стать миллионером, вы представляете, это круто. Они 10-12 лет до встречи со мной делали бизнес, у них не было такого бизнеса доходного и так далее. 4 семейные пары, все четверо стали миллионерами. Третье, что я заметил реально, добывается успех реально из моих учеников, я скажу, те, которые не ходят по разным тренерам. То есть я понял, что оказывается, когда человек ходит разным тренингом и так далее, у него в голове закладывается разная информация, ему труднее становится добиться успеха. Я это понял, потому что разные тренера на 30% противоречат друг друга, иногда на 50% противоречат друг друга. Вы же не можете один день быть, утром быть мусульманным, а быть христианным, вечером быть евреем, пойти в синагог, понимаете? И перед этим ждать просветленность. Это оказывается невозможно. Я потом понял, я анализировал, вот это 30 человек, которые стали миллионером из 291. Почему им удалось, а остальным нет, хотя работают всем одинаково. Я понял, вот одно из показателей. Они, вот это протяжение моей учебы, не ходят никуда. Я теперь это сделал правильно своим ученикам, говорю, вот год учишься у меня или индивидуально учишься у меня в течение 3 года. Я беру на 3 лет, потому что за 3 года мировоззрение человека улучшать можно. Можно помочь ему стать сильной личностью. А за то, что когда вы 2 недели или 2 месяца и так далее учеба, это быстро-быстро упорядет, и немножко доход поднимается, потом и все, потом обратно спад. Мне нужно, чтобы мои ученики стали сильной личностью. Мне вот это надо. Я ради денег работаю на них, я наставник. Это 2 разные вещи. Когда вы ради денег работаете или вы ради его судьбы работаете, это 2 абсолютно разные вещи. Да, деньги это нужны, бесплатно не должно быть, иначе жизни хватит. Оплата за учебу, это граница, это фильтр, это отсеивать ненужных людей. Как раз кто платит и будут работать, будут практиковать. Кто не платит, все равно не будут делать. Мои родственники, когда приезжают домой, я им много раз говорю, начни делать бизнес. Не слушают половину из них, не делают. Только-только некоторые из них начали делать. Потому что они видели, что у одного я помогал бизнес-строить, у второго уже начали помогать строить, у третьего помогать строить. Только-только они начинают что-то делать. Я удивляюсь в одном. И однажды своих родственников я собрали, им сказал, понимаете, знаете, почему меня платят? Люди платят мне, чтобы я с ними разговаривал. А когда сижу с вами на сватбах, на того-на-того, говорю вам, что-то делать, а на место того, что слышат, мимо ушей пропускайте. Ах, вначале я не понимал, я обижался на них вначале, почему они не слушают. А потом понял, просто уровень их понимания низкий. Среда у них такая. Они не виноваты. Вот теперь я начал одному помогать делать бизнес, второму помогать. Теперь они начинают понимать, потихонечку изменяется, изменяется. Поэтому оплата – это барьер, понимаете? Это что за барьер? Это фильтр оценивания ненужных людей. Моя жизнь даже не резиновая, его же невозможно тянуть много. Поэтому четвертый показатель, который я видел, это те моих ученики, которые добиваются успеха, те, которые осознанно меняют себя, то есть практикуют все мои духовные и профессиональные советы. Они просветают конкретно. И это очень здорово, меня вдохновляет, я когда вижу их. Всего за 4 года с небольшим вы воспитали 28 долларовых миллионеров из обычных бизнесменов на территории СНГ. Это уникальный результат, даже на международном уровне. Мой вопрос. Вы заранее предвидели все этих учеников, будущих миллионеров, или кто-то из них стал таковым неожиданно даже для вас? Вы знаете, кто-то был неожиданно, честное слово. Например, вот это смейные пары неожиданные были. А у кого-то из них я видел, например, я работаю с ним, я вижу его стратегическое мышление, его хватка вижу. Я вижу, что его хватка есть, я начну больше на него потратить время. Видите, я источник. Если вы хотите, сами должны дойти. Поэтому я относился так. Я любим ученикам одинаково отвечал, одинаково заботился. Но кто-то из них брал больше. А те, которые видели, что у него бизнес подтянет, те, которые видели, что мозги подтянут, я ему направлял. А те, которые видели, что для него до миллиона дойти еще время надо, я ему поэтапные стратегии раздал. Самое важное, я помогал всем своим ученикам разработать стратегию на длительный период. Я помогал каждому из них разработать именно ту бизнес-модель, которая им помогает. Я помогал каждому из них, направлял их. Понимаете? Направлять правильно, а у них не получается по-другому. То есть мы цель не меняем, меняем пути к достижению цели. Потому что иногда это путь не получается, другой план и так далее. Планы меняем, но цель нет. Иначе любой план, A, B, C вариант, они всегда должны помогать нам достигать тот план. Да, за 4 года нам удалось 28 долларов миллионеров вырасти. Двое из них вот в этом году выросли, 30 получилось за 5 лет. Поэтому, вот, не могу сказать, что как будто они были одаренны среди других. Но они просто, самое главное, что их отличало, они не пропускали ни одно занятие. Если пропустили один-два раз, за три года может быть. Но большинство из них не пропустили. Они участвовали во всех занятиях. То есть некоторые люди читают, что поездка – это расход, якобы время. Потому что он не понимает, не внедряет, не практикует. Когда человек не практикует, он думает, что это расход. А кто практикует, как азартно, знаете, как телефон поставить на зарядку, они приезжают, чтобы этот заряд получать. Это здорово им помогает. Вот, поэтому, они большего добились. Сам ученики боролись. Правда, они боролись. Вот, и, соответственно, когда вижу, что кто-то борется, мне приятно больше с ним работать. В школе, когда вы учитесь, учителя больше внимания обращают к кому? Больше время тратит к кому? Талантливому ученику. Двоечник, который не учится ничего. Никто не хочет тратить на него время. В средней школе вы все учились. Посмотрите, вспомните это. Больше, кого любит учителя? Талантливому ученику. Даже родители, какого ребенка больше вдохновленно гордиться? Талантливому ребенку. Такова жизнь. Всевышний, как кому восхищается? Те добрым рабам, которые, его, можно сказать, тому человеку, который на благо использует его сознание, молится и так далее, и так далее, старается. Хотя Всевышний мылестный по отношению ко всем. Седьмое. Какой показатель в бизнесе должен иметь среднестатический ученик, чтобы также за 4-5 лет пробыть эту планку в миллион долларов под вашим руководством? Он должен понять, что когда точка роста и когда точка насыщенности происходит, он должен это понять. Первый. Потому что некоторые бизнесы уже дошли до точки насыщенности. Надо измениться, надо либо стратегию поменять, либо бизнес-модель надо поменять. Многие не хотят этого делать. Они привыкли по-старому работать. Понимаете? Поэтому вот эта точка роста и точка насыщенности он должен понять. Второе. Он должен понять, что надо браться за растущий рынок. Это очень важно. За растущий рынок надо браться. Третье. Он должен понять, что он должен быть гибким. Гибким. Меняться. Измениться. Рынок меняется, ты должен измениться. Следующее. У него не должно быть такой культ личного опыта. Человек, который имеет культ личного опыта, он необучаемый человек. Что такое культ личного опыта? Он убежден, что его опыт самый правильный. Это единственный. Якобы другой способ неправда и неверно. Поэтому таких людей очень тяжело обучать. Вы верите? С такими людьми очень тяжело работать. Поэтому следующее. У него должно быть такое желание расширяться, развиваться. Вот если такие вещи я вижу. И главное, он готов работать. Вот если это вижу, я вижу. Любому человеку можно научить, чтобы дошел. Средняя школа всех научил писать, читать. Любому человеку можно научить, чтобы дошел до миллионера, если он захочет. Главное, отправная точка его желания. Восьмой вопрос. Назовите наиболее выдающиеся результаты ваших учеников, миллионеров. Из каких областей бизнеса эти ученики? Выдающийся успех – это логистика. Мой ученик, который в журнал «Форс» попал, я ему с целыми днями, вот я помню, 10 лет назад, я даже несколько раз консультировал, и постоянно поддерживаю. Логистика, инвестиционная компания. Один из моих учеников очень хорошего добился. Я почти, именно с этими командами я сидел, обучал, обучал годами, почти в протяжении 2-3 года. И из области торговли, из области, то есть они большие поставки, как называют, вот это, которые пшеницы, элеваторы держат и так далее. Из области аптеки, из области продуктов питания, производства, строительства. Мои ученики очень многого добились. Сетевики даже есть, которые хороших результатов добились. Понимаете, суперрезультатов добились. Даже с того маркетинга у меня есть ученики, которые очень хороших результатов добились. Вот, я обучаю, как сначала в одном мы оттачиваем все, потом масштабируем. Вот так. Или несколько бизнесов. Либо инвестиции обучаю, чтобы через несколько бизнесов. То есть, те, которые инвестиции хотят учиться, их обучаю, как выбрать проект, как инвестировать, по каким показателям инвестировать, от каких проектах надо избавиться вовремя, пока не дошло до уровня, точка насыщенности и так далее. То есть, четко обучаю, у кого денег нет, я его обучаю, как находить деньги, как управлять и так далее. Помогаю им, чтобы создать систему, которая генерирует деньги. Вот, понимаете. А у кого денег нет, я ему помогаю, связываю с тем, у кого денег есть. А у кого денег есть, помогаю ему только научиться инвестицией заниматься и так далее. То есть, получается, что мои ученики делятся в разных группах, получается. Но они растут, а я создаю для них среда роста. Ту среду, где они могут расти. Какие трудности традиционно встречали ваши личные ученики и в каковы момент во время обучения у них образовался долгожданный прорыв? Знаете, какие трудности? Сами большие трудности, с которыми они сталкиваются, это персонал. Они каждый раз, когда сюда приезжают, каждый раз, когда они сюда приезжают, есть одна большая проблема. Их персонал даже спрашивает, вы опять когда Владу едете? То есть, получается, что когда оттуда они учатся, пойдут, им надо же внедрять, а команда их не привык. Команда их не привык с тем, что как попала работа, то есть как получается работать. Они же привыкли работать, как получается, а теперь надо научиться делать так, как надо, а не как, как получается. Придется делать профессионально, как надо. Поэтому мои ученики сталкиваются в первую очередь с тем, что команда не хотят меняться. Люди в сопротивлении. Понимаете, если вы курите, вы хотите бросить курить, ваше тело сопротивляется. Если вы хотите спортом заниматься, вы хотите похудеть, ваше тело сопротивляется. Точно так же сознание людей сопротивляется. То есть самая большая трудность, с которой мои ученики столкнулись, это люди, команда. У кого-то из них половина команды очищается, у кого-то 90% команды отсеиваются, потому что порядок появляется. Их не воровство вылезает, их не бездумные вещи, их не понимаете, как пустота, пустое время проведения на работу. Все это вылезает же, все дыри видно становится, им неудобно, они увольняются, уходят и не хотят работать по дисциплинированию и так далее. Первая проблема – это кадры. Вторая проблема – практика, внедрение, все знания, которые я даю, потому что они раньше так не делали, им сначала тяжело. Но через 3-5 месяцев они начнут понимать, потом быстрее начнут внедрять, потом хорошо начнут внедрять и так далее. И это им самим меняться надо, им самим надо стать лучше. Понимаете, у них в организации была стихийная стратегия, стихийная стратегия снизу, у них это уже работало. Они когда начнут учиться у меня, мы разработаем корпоративную стратегию и так далее, им придется сверху внедрять корпоративную стратегию. Когда корпоративную стратегию внедряешь, соответственно столкновение происходит, стихийная стратегия, соответственно противоречия, трудности и так далее. Потом, они же не привыкли так работать. Они убеждены, что невозможно отчет-контроль поставить. Они убеждены, что, знаете, ой, это не успеешь. Потому что так привыкли работать. Потихонечку мы это внедряем. Кто-то убежден, что у меня деньги не хватает. А на самом деле, когда я упорядочиваю бизнес, видно, что у меня деньги вообще не нужны. 98% людям деньги не нужны в бизнесе. Просто проблема в том, что бизнес неправильно организован. От того, что бизнес неправильно организован, они убеждены, что если у них было бы дополнительный капитал, они справились бы. На самом деле, больше денег не поможет вашему бизнесу. Больше денег, если бизнес неправильно организован, загоняет вас еще больше проблем. Представьте, бизнес неправильно организован. Еще вы больше брали обязательства, еще больше долги занимали. Соответственно, у вас еще труднее становится их вернуть. Это похоже, что наркоману дайте большую дозу. Он что, выстроит что ли? Да он быстрее умрет. Поэтому бизнес, когда вы еще загружаете больше обязательствами, кредитами, он быстрее, бизнес банкротится. Поэтому бизнес, который неправильно организован, деньги не помогут ему. Десятый вопрос. Какие цели вы ставите себе, как наставник, в отношении своих будущих учеников? У меня есть конкретная цель, на которой я работаю. Моя цель 100 миллионеров вырастет. Почему? Я хочу, чтобы меня окружали 100 миллионеров. Когда я банкротился, я понял, будущее принадлежит не тому, кто сам богат. Будущее принадлежит к тому, у кого окружение, состоятельные, успешные, умные, мудрые люди. Понимаете? Вот к вам вопрос. Все люди, которые вас окружают, сколько из них зарабатывают 10 тысяч долларов? Сколько из них зарабатывают 50 тысяч долларов? Сколько из них зарабатывают 100 тысяч? У кого-то из вас окружение ни одного такого не найти. Я часто этот вопрос даю в зале. Сколько процентов людей, которые вас окружают, зарабатывают более 5 тысяч долларов в месяц? Большинство говорят, знаете, 1-2 или 3. у кого-то 1-2 процента или 1-2 человека. А вы представьте, если это было бы наоборот. 90% люди заработали больше, например, а вы представьте, что большинство из них заработали бы хотя бы 30% из них или 50% больше зарабатывали бы. Это вам было бы хорошо. Когда банкротился, я сильно страдал. Я хочу эту среду создать для себя и для своих учеников. Чтобы моим ученикам было легче. Потому что каждому из них будут окружать сотни миллионеров. Я сначала 100 человек хотел обучать. Думал, что 100 человек доведу до миллионера. Потом понял, что нет. Один к одному не выходит. Потом понял, что из 10, 1-2 выходит. Вот так. Это статистика. Я начал работать. Понял это. Поэтому я оставил перед собой цель 1000 человек обучать. Оттуда 10% это 100 человек и еще точно станем миллионерами. Вот. Я держу цель хотя бы... Это край минимум. То есть, минимум в 2025 году 100 миллионов вырастет. Максимум в 2030 году. Я работаю над этим с помощью Аллаха. Верю в том, что еще вот так получится. Дорогие мои, спасибо, что слушают, смотрят нашу рубрику. А теперь наступило время. Практика. Напишите внизу под этот чат три важные вещи, что вы брали. Комментарии пишите из этого рубрика, что вы для себя брали. Три важные вещи. Пишите, пожалуйста, в рубрику три полезные вещи, что вы поняли или как поняли в рубрику. Ставьте лайк и рекомендуйте своим знакомым друзьям наша рубрика вопрос за Влатову. Пустите, поможете людям. Желаю вам успехов, всего доброго. До новых встреч. Это все еще, чтобы помогать больше количества людям.